Власти Крыма сделали для женщин особый подарок в честь праздников. 8 марта во всех домах круглосуточно подавалась вода. Такого не было уже давно. Немного улучшилось состояние резервуаров. За последнее время в Симферопольском водохранилище накопился резервный миллион кубометров воды. Однако этот запас планируют использовать исключительно в случае аварийных ситуаций на сетях. К слову, их в последнее время очень много. Неделю назад, ровно в прошлый вторник, произошла очень серьезная авария на диаметре 1200 в районе приятного свидания. Однако она была локализована. На сегодняшнее утро на предприятии порядка 22 повреждений. К сожалению, Сергей Валерьевич, они продолжают нарастать. Рваный режим подачи воды в течение полугода дает свой эффект. Изношенные сети их не выдерживают. Поэтому мы будем увеличивать количество бригад, техники. Близится курортный сезон, а проблема с водой пока никуда не исчезает. Еще неизвестно, как будет осуществляться водоснабжение курортных городов Крыма летом. Этот вопрос власти республики будут решать в ближайшее время. Сергей Аксенов уже отдал распоряжение министру курортов и туризма взять вопрос на контроль. Пока известно одно – крымский сезон отдыха в 2021 году состоится, невзирая на проблемы с водой. «Мы с вами договорились, полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Коллеги, мы с вами понимаем, разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятна. Говорим открыто, я имею в виду график. Он будет неприятный достаточно. Но тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, соответственно, продержаться, дать людям возможность заработать. Рассчитываем». Благодаря подземным скважинам в ближайшее время природный источник начнут бесперебойно подавать в 39 населенных пунктов западного Крыма, где раньше были большие проблемы. В свою очередь, во многих многоэтажках крымской столицы уже месяцами не бывает воды на верхних этажах. В предприятии «Вода Крыма» обещают – уже на этой неделе проблема все же будет окончательно устранена, и у жителей квартир наконец-то будет вода. «Сегодня, максимум завтра, мы планируем запускать насос СН-3000, который позволит нам перекачать большее количество воды на город Симферополь западного направления. И мы рассчитываем на то, что это количество воды снимет проблему, ну или почти снимет проблему с верхних этажей. Результат я буду знать где-то в четверг на конец дня после вечерней подачи воды». С 9 марта на шестичасовой график подачи воды вернулась Ялта. В праздничные дни природный источник подавался в дома круглосуточно, а из-за морозов в городе сократилась подача воды из альтернативных источников. Большую часть жидкости брали из местных водохранилищ.